Прошло расширенное заседание Люберецкого молодежного парламента. В ходе встречи юные активисты подвели промежуточные итоги своей деятельности. А некоторых ребят наградили за плодотворную работу. На расширенном заседании молодежного парламента его депутаты и активисты собрались для обсуждения итогов деятельности за прошедший учебный год. Для них этот период был плодотворным и богатым на события. Я вам благодарен, конечно, за ваше активное участие в жизни, деятельности нашего всего района. И в том числе ваше участие, такое деятельное, в мероприятиях и во всей жизни Московской области. Организации мероприятий, приуроченных 9 мая, праздничных концертов, активное сотрудничество с Советом ветеранов, взаимодействие с военно-патриотическим общественным движением ЮНАРМИЯ, МЧС, участие в весеннем фестивале КВН – это только малая часть достижений молодежного парламента. Проект «Победе посвящаю». Он стал лауреатом премии губернатора Московской области нашей Подмосковья. Это большая наша такая победа. Этот учебный год стал рекордным по количеству желающих вступить в ряды молодежного парламента. Несмотря на то, что общественная деятельность отнимает много времени, активисты без устали творят добрые и полезные дела. Это позволяет мне почувствовать, что я часть чего-то большего, чем не только просто человек, а часть целого общества, часть сильной молодежи, которая присутствует в нашем городском округе. Помимо запланированных вопросов, на этом заседании переизбрали руководителя Оргкомитета молодежного парламента. Большинством голосов им был выбран Николай Игнатьев. По традиции на заседании наградили самых активных ребят. У депутатов и активистов молодежного парламента много планов. В ближайших реализация концепции аллеи молодежи на территории городского округа Люберцы в рамках Года экологии в России.